Работников области производства, применения и торговли цементом и другими строительными материалами международная конференция и выставка собирает уже в 25-й раз. В Сочи это мероприятие проводится впервые и в качестве площадки для проведения юбилейного форума курорт выбран не случайно, отмечают организаторы. Ведь построенные в Олимпийском парке спортивные объекты – хороший пример сотрудничества нескольких цементных холдингов. Мы приехали к вам теперь в гости и я надеюсь, что мы сможем большой вклад внести также в развитие дальнейшего края Краснодарского. Цементный отрасль улучшает свои показатели. Конечно, благодаря и полному развитию строительного комплекса Российской Федерации цементные предприятия становятся более совершенствами, энергоэффективными. В конференции принимают участие специалисты из 16 стран мира. В их числе есть и представители Краснодарского края. Кубанские заводы уделяют большое внимание экологии и энергоэффективному производству, закупают современное оборудование, которое позволяет выпускать качественные строительные материалы. В 2012-м был модернизирован Верхнебаканский цементный завод. Сейчас ведется реконструкция новорост цемента. Открытие новой современной технологической линии по сухому способу производства намечено на конец июня. На развитие этих заводов было затрачено 35 миллиардов рублей. Для нас новые технологии очень важны. Я же говорю, что наши заводы, многие модернизации, средства нужны для того, чтобы модернизироваться очень большие. Поэтому выбор таких вот где-то новых технологий, какие-то новые, какие-то фирмы разные предлагают. И это очень, ну, нашим предприятиям, наверное, есть выбор, значит, есть чего выбирать. Они будут это вкладывать, средства для того, чтобы лучше развивать нашу отрасль. Несомненным лидером в производстве цемента в России является Евроцементгрупп. На недавно прошедшем в Китае форуме компания подписала контракт на строительство цементных заводов в России и Белоруссии. Поставка оборудования будет производиться Китайской национальной корпорацией по производству стройматериалов CNBM. Мы поставим из Китая оборудование, мы даем проектирование для этого завода. И надеюсь, все будет хорошо. Раньше русские партнеры все думали, что китайские оборудования, но хотя дешевые, некачественные. И сейчас у нас технология очень битовой. Можно сказать, это некоторые не хуже, чем европейские. И у нас это оборудование достаточно экологическое. Как раз применение европейского и мирового опыта в области энергосбережения и охраны окружающей среды станет одной из главных тем форума. Кроме того, в течение четырех дней специалисты обсудят перспективы развития строительного рынка при нынешней экономической ситуации и узнают о новых требованиях к сертификации продукции.